Слава Господу! Вот та скала, о которой говорил брат Анатолий сегодня передо мной, и говорил не теорию, а практику, то, что он пережил, и пережили многие-многие христиане, за что слава Богу. Скала, которая стоит твердое основание Господь. И еще одно место, Псалом 61.3, там написано, «Только он, твердыня моя, спасение мое, убежище мое, не поколеблюсь более». Бурные волны разбили корабль, который плыл. Вот, я прочитал эту заметку в христианском журнале, она мне понравилась почему-то, как для сравнения, что такое скала и что такое твердыня. Корабль разбился, и один матрос был выброшен на скалу. Трясясь от страха и холода, он корабльался повыше и повыше, чтобы спастись. Вокруг так бушуют, знаете, волны, и ничего не видно вокруг, а вот скала, и он на нее старался залезть повыше. После благополучного изволения, когда его забрали, другой корабль забрал, матросы спросили у него, как бы так, может, шутя, говорят, «Джимми, ты, наверное, трясся от страха на скале и холода». А он сказал, «Да, я то трясся на скале, но скала оставалась непоколебима, она твердая скала, она имеет основание, углубленное там в землю, и она держится». И мы прочитали, «Бог моя скала, не поколеблюсь я, слава Богу». И многие люди прошли по жизни, ничего не оставалось, кажется, ничего нет, забрали все, но твердость на то основание дала им жизнь. Прошли узы, прошли все в жизни лишения, но та скала, на которой они положили свое основание, они выдержали. И Слово Божие говорит о том, как двое людей начали строить. Это Матфея написано в 7 главе. И там он о двух мужах уподобил то, что он говорил, что слушает слова Божии. И в одном из стихов, 7 глава, 24 стих, конечно, написано, «Мужу благоразумному, который построил дом свой на камне». На камне построил. Сегодня, друг, на чем твое основание, на чем ты строишь? Там написано, дальше пошел дождь, разлились реки и подули ветры, устремились на тот дом, и он не упал, потому что он основан был на камне. И дальше написал о человеке безрассудном. «Человек уподобил безрассудного, который построил дом свой на песке, и пошел дождь, и разлились реки, и подули ветры, и налегли на дом тот, и он упал. И было падение его великое, тот, который поставил свое основание на камне, который есть, Христос. И тот не поколеблется». Слово Божие говорит в Псалом 39, 3. «Изрек меня из страшного рва, из тенистого болота, и поставил на камне ноги мои, и утвердил стопы мои». И заметьте, там написано не тенистого, или не тенистого, а тенистого болота. Некоторые читают, что там, это в Псалом 39, 3, думают после ТЕ, там не тень, там тина. Когда бы тень была, вы знаете, Иона при тени ему хорошо было, когда в Передней Неве тень. Иногда ошибку делают, «ты взрек меня из тенистого болота». Нет, тина, там трава, которая, знаете, она волакивает ноги, она дает, путает, и не может человек выйти. Тина, не тень. «Изрек меня из тенистого болота, и поставил на камне ноги мои, и утвердил стопы мои». Слово Божие говорит, «Будь верен до смерти, и дам тебе венец жизни». Друзья, эта скала, этот камень давала силу. Вот здесь среди нас нет брата Анатолия Маковского. Я вспоминаю, как он рассказывал, и номер камеры говорил, когда он не взял оружие, то его поставили на расстрел и сказали, будешь ждать расстрела. Целый месяц он находился в камере смертников, в тюрьме. Вы можете представить, ключи загремели, идет охранник, это за мной. Вы знаете, тот, тот, может быть, кто-то и трясся. Может быть, кто-то и волновался. Я говорю, брат Анатолий, я его взял туда в радиостудии, мы с ним долго записывали передачу. Как вы переживали и нет? Говорит, я все положился на Господа. Я положился на Господа, и целый месяц он был в камере для расстрела. А потом его выпустили, заменили на 10 лет. Даниил брошен в львен ров. Если бы спросить, Даниил, ты, наверное, трясся там, боялся. Нет, я основание свое положил на скале, и Господь послал ангела, и ангел закрыл львам пасть. И они не причинили мне вреда. Слава Богу! Не поколеблюсь более. Хочется поддержать вас, друзья. Мы сейчас будем молиться. Наступает неделя, новая, трудовая, рабочая. Поставь свое основание на скале. Все дела свои, все думки свои, все мышления свои на скале, которая не твердыня моя. Я не поколеблюсь никогда. Так много прошло людей. Вы знаете, я вспомнил за эту тюрьму молодежи. Четыре года назад пришлось быть там вот в Риге, где мы находились, в одном из зданий Комитета Государственной Безопасности. И мы пошли туда, потому что там несколько сестерств и церкви, они в свое время находились в всех казематах, в подвале. Огромный следственный комитет в все центры города Риги. Дом большой, так угловой дом его называли. И там пытки проводились в подвалах. И мы все в первозданном таком виде, все осталось. Обои советские, столы и стулья следователей. Все осталось, как и было. Потому что никому не показывали, открыли буквально там, может, на 6-7 месяцев. Как музей пройти. И, по-моему, мы уехали, они уже закрыли, больше не давали. И 9 человек нас вот с Сакрамента мы посетили там. И мы прошли по тем казематам, посмотрели, как верующих там пытали. Как, знаете, ну говорили, зачем вы держитесь? Вы откажитесь своего Бога. И вот сестры там проходили и видели расстрельную комнату, и видели, там на стенах были прорезины, чтобы пули там застревали, чтобы звука не было. Все было так искусно сделано. И буквально недавно мне позвонили, сказали, там в Риге стали копать дорогу около этого дома. Оказывается, они сами сделали подкоп себе, выход, все эти полицейские, милицейские, если что, то на случай очень тайно выйти оттуда. Под городом подкопали туннель в совсем другой район себе, чтобы можно было удирать. Но к чему я хочу сказать, что наши сестры прошли, наши братья прошли. Я благодарен вам, которые пожилые, седина на голове, то, что вы устояли. Я благодарен своим родителям, папе, маме, которые твердо стояли на том основании. Было, что мы небогато жили, но мамочка наша, она показала пример стойкости. У нее основание было. Нас хотели забрать у родителей, приходили забрать то, что верующие родители отобрать в такой школу, интернат. Не получилось. Затем стали подкупать родителей, хотели подарки давать. Я помню, приносили с Горано подарки, предлагали, откажитесь от Бога. Мы будем обеспечивать вас. И это не прошло. Я благодарен Богу, что мамочка наша устояла. Слава Иисусу! Я верю, что она положила свое основание, и также мой отец, на скале, который есть Бог. Слава Богу! И сегодня, друг, и те, которые прошли, я верю, что вы свое основание положили там. И слово говорит, не поколеблюсь никогда. Даже ветры будут, и то будет все. Но дом устоял, а он стоял на камне, потому что камень есть, Господь. И мы будем подходить к молитве и помолиться. Пусть Божье благословение будет на нас. И там еще много мест написано. Псалом 34. Ибо ты каменная гора моя и ограда моя, вводи меня и управляй мной. И Господь будет управлять нами, и благословение будет. Некоторые люди свое основание оставят на разных учениях, на разных религиях. Думают, может, доброе дело какое-то, она поможет мне. Или то, или то. И, знаете, человек, кто делал доброе дело, делал, делал, а потом один раз соскочил. И как вышел из себя, как начал делать плохие дела. У него нет основания. У него нет основания. Или он думал на какой-то религии построить, и то не получилось. Но были верные, а которые остались верные до смерти. Слово Божие говорит, будь верен до смерти, и дам тебе венец жизни. Одна сестричка, которую посадили за Слово Божие, опять же, в УЗы, она написала такой гимн. «Я не хочу полуправды, я не хочу полуверы. Пусть порываются струны, лишь бы недаром звенели». Она положила основание на Господе, на скалу, которая есть основание. Камень, который отвергли строителей, сделался главой угла. Пусть Господне благословение будет над церковью, над каждой душой. Если, друг, дорогой, ты пришел, может, первый раз сегодня в этот храм. «И благословение пусть почивает и на тебе, поставь свое основание на скале, которой есть Бог». И это не поколеблется. Ты трясся, ты боялся от холода. Нет, я, может быть, немножко что-то и пошатнулись ноги мои, но я стоял твердо, потому что скала, она не поколеблется. Это Бог, на котором мы стоим. И Господь будет крестить Духом Святым, как брат говорил. Он даст. И там Слово Божие я где-то почитал, и оно написано. «И скала источала для меня ручьи Елея». Друзья мои, скала источала для меня ручьи Елея. Не Дух ли это святой? Аллилуйя, слава Богу! Скала не оставит так, она посылает Елей благодати. Скала, которая помогает тебе и мне. И вот эта Елей благодати, он так нужен для всех нас. Пусть наши стопы стоят на той твердой скале, чтобы мы не поколебались. Я не поколеблюсь более. Слава Богу! Аминь! Складываем колени и молимся! Слава Богу!